часик в радость чефир сладость мужская женская братва у нас сегодня на обзоре порядочный человек всем порядочным привет из сегодняшнего ролика вы узнаете все о шведе начиная с его детства заканчивая развивающимся конфликтом его миша дмц и коваленко как ты понял сегодня будет насыщенно поэтому наливай себе чефирок держи мыло покрепче а мы начинаем с его биографии игорь шевцов уроженец города иркутск 1987 года рождения с детства был хулиганом и состоял на всех возможных учетах с первого класса чалился в центре временной изоляции малолетних до 14 лет после 14 состоял на всех учетах по делам несовершеннолетних в 24 года сел в тюрьму по 158 статье укрф на суде получил приговор и был осужден на один год и три месяца колонии поселения сейчас же перебрался в москву заимел с его же слов агентства недвижимости и покоряет медийный олимп впервые же общественность познакомилась с игорем шведом на шоу у басты где он наехал на приседалочи всея руси эрика давидыча меня зовут игорь швед у меня вопрос такой по сути кто ты вообще такой есть по жизни что ты на людей можешь их как ты можешь людей обозначать говорить им за поступки за какие-то петуши и там не петуши может пересидел тебя передержали что ты не что ты не знаешь как в обществе сейчас современном разговаривать как строить диалог и тогда и тогда же подумал что он обычный тролль давидыч же недалек от блатной темы вот и нашелся паренек который подготовился и решил бомбить давидыча на его же ауе поле битвы но перейдя в его инстаграм и послушав как он разговаривает я прозрел и понял что это ни в коем случае не образ слушая шведа создается впечатление что у словарный запас ограничивается 10-15 словами который он так ловко комбинирует словосочетания а их уже в предложении но не все всегда идет по его плану у нас ним личная личниковка но не получилось не фартанула игорян ничего страшного я тебе с барского плеча так уж и быть дарю в твой фонд вечер слова дело поверь комбинации из 11 слов куда больше чем комбинации из 10 вот не благодари ну что тут мы отвлеклись швед захотел популярности поэтому он решил ходить на давидыча до последнего отсюда он и придумал эту личную личниковку причем он высылаю буквально из пальца и после этого он начинает следить за давидыча мы провоцировать всячески его ты чепуха давай уезжают давидыч же после дает ответ что он героически сосальню шведу расшибет этого шведа когда увижу я не буду сейчас тут кричать громкие слова на него разлетится лично мне весь этот конфликт давидыча с шведом напоминает конфликт двух собак которые перебряхиваются через забор а когда этот забор открывается они тут же разбегаются здесь туда толстая чепуха я тебя разобью это петушиный поступок я тебя разобью если бы меня не держали я бы тебя убил чепуху если бы меня сейчас не держали уже тысячу раз на твоем ебанике присел да отпустите меня у меня с ним личная личниковка я убью его пацаны я вас давно уже не держу разбирайтесь ну мы же не звери мы же порядочные люди да и деда и меня ногу свело может и потом ну чё и я тогда пошел этого шведа когда увижу я не буду сейчас тут кричать громкие слова на него разлетится короче встретился с этой толстой чепухой этот черт не смог мне пояснить кто он по жизни в итоге я заставил его извиняются после плевков и унижений величайшего спортсмена и автоблогера шведом интерес интернета ко второму начинает расти просто по экспоненте и неминуемо вылезает все говно из прошлого шведа а говна и непорядочных поступков там просто не мое почтение начнем с парня которому порядочный швед обещал снять квартиру в москве парень сам не из москвы и по договоренностям он должен был приехать в город определенного числа а его со слов шведа уже должна была ждать квартирка но не получилось не фортанул после получения денег порядочный стал морозиться редко выходить на связь по итогу парень попал на 45 тысяч рублей и до сих пор ждет от шведа своих денег он сказал легко поможет нашли переписываться он сначала просил 10 тысяч типа квартиру нашел 10 тысяч забронить проверил начал называть но 10 тысяч потом сказал 17 числа я точно снимаю квартиру и он просил выслать там еще 35 хорошо за 45 я бы въехал вот он сказал что надо срочно эти деньги до 17 числа я ему скинул после того как скинул начал короче отмораживаться я ему говорю что давай я приеду смотри мне точно приехали что потому что у меня тут ничего нету он будет на улице точно не оставишься я приехал и он просто трубку не берет а потом взял трубку говорит у меня жена рожает и скинул потом я звоню дальше он просто не берет и все и пропал у меня есть все эти переписки все это есть я пацанам сказал что из принципа тебе хуем под носом проведу на вот и записываю видео я от них пока по хайпую а потом высоты своей порядочности тебе скинул с высоты своей порядочности был бы порядочным то давным-давно бы вернул бы жори деньги или выполнил бы условия а пока что мы имеем только то что жору гинули на бабки но это все цветочки шведы еще упрекают в больших долгах разводе девушек на бабки имущества добрый шеденек меня зовут продаван барыгович цен по какому вопросу вы обратились наше агентство по недвижимости здравствуйте я глупая наивная одинокая девушка и мне нужно сделать что-то с моей квартирой молодая и наивная так вам к нашему горько это самый порядочный наш работник я его сейчас позову его добрейший вечерочек я порядочный игорь а ты кто по жизни не зовут татьяна лоховская и мне нужно совершить некие манипуляции с моей квартирой обожаю некие манипуляции с квартирами вот наш стандартный договор по неким манипуляциям поставьте вот тут свой крестик порядочный игорь как-то странно выглядит ваш договор о неких манипуляциях вы меня точно не обманете такие мутки исключены не зря же меня зовут порядочный игорь звучит правдеподобно я в это верю я бы с удовольствием братва рассказал бы вам подробно про мошенничество шведа но к моему сожалению люди разоблачающие его вообще не умеют излагать свои мысли грамотно я посмотрел и видео с потерпевшей девушкой от рук шведа и ролики миши дмц но это мрак ничего не понятно он сыграл там на доверие заставил подписать бумагу в итоге у меня проблемы проценты мне пришлось второй договор заключать чтобы какие-то деньги сохранить и это я не утрирую повествование так ведется непонятно ни хрена если бы не извинение самого шведа тёлок разводишь на бабки вообще так получая разводил получается да да олесью ты кинул за лям 360 отвечает отжал машину на по сверху бабки да мы на протяжении полтора года ты унижал конкретном раскидываться с ней собираешься если бы не прошедший недавно круглый стол миши дмц и шведа я вообще не говорил бы про эти моменты потому что пруфы и рассказчики не уступают самому шведу в красноречии а мне этот блатной жаргон очень тяжко дается но это все фигня я не думаю что я открыл вам секрет поле шинели о пушистом рельце шведа интересно начал просыпаться совсем недавно когда нашего порядочного начинают ловить на переобуваниях то тут тут там то он придет на бодиманию а потом сразу в инсте бодимания цирк он определил сам себя по жизни кто он есть и поэтому это его выбор его решение ему по жизни не канает он не неровно чтобы не с ним вставать или перед ним вставать а то что извинился не конкретно перед ним а то что уподобился и такими выражениями бросался что уподобился непорядочным людям которые выражения бросаются и бросался словами чисто за это перед людьми перед обществом где находился чтобы вы понимали поднимали это цирк и горюк так получается что ты клоун с гонораром в 50 тысяч рублей разбуди мания цирка ты в нем актер то швед такой весь у себя смелый авторитетный что готов с любым везде выскочить и ответить за свои слова я вот например все что говорю каждое свое слово буду отстаивать если даже соберутся люди которые не считают мое мнение с правильным и хотят свое мнение высказать то я буду до последнего грызься биться там не знаю за свое мнение то когда ему на месте предлагают ответить за свои слова он уже весь из себя такой не готовый и вообще не быдло чтобы кулаками махать я говорю за разработку людей поясни мне при людях сейчас я говорю это мое личное за разработку людей поясни каких людей тебе сюда человек и пойду зачем с какой целью за разработку людей поясни мне как я встречал на этапе что ты за бычьи что я говорю сюда кого ты встречал ты просто ты наху кто есть по жизни ты расскажи людям где-то иди сюда меня зачем мне к тебе идти с кой целью мне к тебе идти зачем я чуть здесь бычку что ли кулаками махать забрал я приехал разговариваешь хочешь бычку выйдем что ли ты гад а еще сейчас видео то чтобы вам обозарил чем не включили на базаре говорили в как вы поняли мы уже совсем вплотную подобрались к самому вкусному что же сейчас происходит со шведом как он себя все сам глубже и глубже закапывает но перед этим мы обязаны посмотреть очень полезную реклама опять надоело как же не люблю читать ну давай я перескажу тебе эту книгу а ты-то откуда ее знаешь ну вообще-то я ценю свое время и именно поэтому я подписана на телеграм-канал книги на миллион где автор совершенно бесплатно экономит мое время и за 10 минут без воды и нудятельно рассказывает самое важное ты только представь как сильно ты изменишься прослушав все эти книги хорошая идея я тоже очень ценю свое время поэтому обязательно тоже подпишусь на телеграм-канал книги на миллион а специально для своих подписчиков чтобы они тоже самообразовывались оставлю ссылки в описании и закрепленном комментарии на этот замечательный телеграм-канал и там уже более 90 книг в кратком изложении короче рекомендую вам подписаться реклама окончена ну что братва вот мы подобрались самому интересному как за слова начали спрашивать с самого шведа есть такой человек как миша дмц из иркутска который как раз и записывал вот это видео извинения шведа телок разводишь на бабки вообще разводил получается да да и у этого миши либо обострилась чувство справедливости он все-таки решил нам всем рассказать кто такой на самом деле игорь швед либо же он захотел на этом тоже приподняться и откусить свой кусок медийного пирога какая из версии правильная я не знаю потому что тут уже речь идет о чужой душе она как мы знаем в потемке и они со шведом начинают перебрасываться через монитор фекалиями друг в друга но миша оказался чуть решительней давидыча и все-таки довел весь этот срач до встречи почти тет-а-тет под протекцией зелимхана его ребят небольшое отступление зелимхан для тех кто не знал это чеченец перед которым все извиняются если вдруг они оскорбили кавказ религию или же жизненные аспекты который сам зелимхан считает недозволительно трогать и это именно про него говорил давидыч на канале 360 когда рассказывал душещипательную историю про то что с него хотят стрясти денег за крышевание его канала и что же происходит на этой встрече а на самом деле все прозаично швед за базар свой не отвечает падает в грязь лицом в глазах блатных ребят в глазах же законопослушных светских ребят он и так давным давно был по уши в грязи ты же всегда лишь я порядочный человек порядочные люди вот так не выражается это просто прямое оскорбление будем на уши нагрубил да я не отрицаю на эмоции послушно если на то пошло они зашли к тебе но если допустим я говорю ты этот момент не вывез я мог это не увезти он мог это не увезти я бы просто в тряпку молчал бы не был бы после этого поднимать трубку и реально все прямым текстом я тебе говорю гавкать в эту трубку как я уже говорил на своем втором канале есть два мира и нельзя быть белым и пушистым в блатном и светском так сказать мире светском не обязательно махать кулаками чтобы отстоять свою правду и абсолютно непорицаемо обращаться в правоохранительные органы в блатном же ты должен жить по понятиям и отвечать за базар а швед же после этой встречи не вписывается ни в один из этих миров и ладно ты не вывез за базар но зачем же после того как только перестает пахнуть жареным сразу выходить в инстаграм и накидывать дерьма на своего оппонента и людей которые там же были сидели с тобой за столом когда я сказал что разговор будет убить за столом когда ты встал ты должен отвечать за то что ты дал обещание он встал и за стола и уходит он включает в инстаграм и его понесло кровь нельзя так делать а то что извинился не конкретно перед ним а перед людьми перед обществом где находился один за схоз 2 по 228 это уже интриганство да там за это реально можно подойти к нему как бы сказать слышно ты почему так делал коваленко вообще своей деятельности которая занимается вот эти кафешки там рестораны в чью-то тему лезет он говорит что он типа за порядочность за что-то и тут же говорит что сначала за деньги договариваются кто бабки ему не дает тех типа это тех выкидывает ролики твоему бабки не дает он не выкладывает когда ему бабки дают с его слов швед настоящий хозяин своего слова он его дал он его тут же забрал он извинился он потом забрал свои извинения разумеется после всего этого от него начинают все отказываться и потом придешь к вам опять скажи у меня проблемы опять за меня не я типа это может знаю что ты хочешь сказать хотел до тебя как бы по-свойски перебить не больше не будет такого мне уже не интересно человек если не понимает да то добро которую мы для него сделали грош цена и не туда мы здесь никому не нанимались там ничего я готов помочь человеку один раз а если он понимает второй раз но если человек там не понимает поросли сходительность и пользуются на этим да то конечно не пускай сам решает петушиный поступок шли игорь вставай ты опять во сне обосрался больше всего меня удивляет как швед умудрился дожить до своих 32 лет учитывая его поведение учитывая махинации которые за ним тянутся из иркутска а он то крутится в около тюремной тусовки где люди с подобной позиции флюгеров в ветреную погоду долго не живут ну что ж пожелаем шведу быть последовательным в действиях и словах раздать уже свои долги и уже с чистым сердцем называть себя порядочным человеком а на этом все братан подписывайся на мои оба канала пиши что думаешь о шведе в нескольких предложениях ставь лайк и давай до скорого а а Продолжение следует...